Третья и вторая поликлиника, как иллюстрации, в категории «до» и «после». Свой визит в Севастополь заместитель министра здравоохранения начинает именно с осмотра первичного звена приема пациентов. Вторая поликлиника на Ярошенко-11 сейчас работает на одну треть своей площади. В здании идет ремонт, но прием пациентов не ограничивают. Врачи готовы терпеть неудобства ради того, чтобы здание обновили. Капитального ремонта тут не припомнят с советских времен. А вот третья поликлиника, что на улице Михайлова, по проекту точная копия. А по сути, совсем другое. Ее недавно открыли после капитального ремонта. Здание отвечает всем современным требованиям. Просторные кабинеты приема, дневной стационар, новое оборудование. На следующий год в Севастополе, как и по всей России, стартует президентская программа по модернизации поликлиник. Игорь Николаевич сегодня знакомился, поговорил с персоналом. Предложил помощь в проведении повышения квалификации докторов на базе центральных баз. Это позволит нам в режиме вебинара проводить обучение. И самое главное, на мой взгляд, учитывая, что медицинские работники тоже люди, устали, для них это будет важно. Ощутить на себе помощь коллег, поднять свой боевой дух. Самое пристальное внимание, конечно, к инфекционной больнице. В Севастополе сейчас завершается строительство уже второго модульного корпуса для ковид-больных. В планах возведение третьего уже в Балаклаве. Создан КТ-центр, достраивается ПЦР-лаборатория. Порой кажется, что на территории инфекционной больницы сейчас больше строителей, чем медиков. На примере города Севастополя я хотел бы подчеркнуть как положительный пример, что не только задействованы коечный фонд медицинских организаций общего профиля, перепрофилированный под ковид-стационары, но губернаторам оперативно принято решение. И вот моей спиной она уже реализована. Построено современное модульное инфекционное отделение на уровне лучших стандартов по хорошему проекту, который может быть рекомендован и для других регионов. Я хотел бы подчеркнуть, как и во всей стране, в Севастополе очень активно развернулась деятельность волонтеров. Они помогают медицинским организациям, медицинским работникам, а в итоге через это помогают пациентам. Я знаю, что решением губернатора выделен автотранспорт администрации регионов, распоряжение медицинских организаций. Это тоже очень важно. Самая главная цель на 2021 год – это справиться с коронавирусом, не позволив пандемии перетянуть все внимание лишь на инфекционные заболевания. Пальнаколь, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.